Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры, наши гости. В продолжении нашего воскресного служения мы будем читать несколько мест из Священного Писания, о которых мы будем размышлять. Говорят, есть слова, которые тяжело произносить, потому что их тяжело выговорить. И про одно из таких слов рассказывают, что когда во время Второй мировой войны американцы ловили немецких шпионов, то когда они его поймают, они говорили ему, скажи слово «белка» по-английски «scorl». А немцы со своим диалектом не могли выговаривать это хорошо. И, говорит, они сразу могли разоблачать, кто был из них, а кто был не из них, потому что они неправильно произносили. То есть есть тяжелые слова, есть слова очень длинные, большие, которые тяжело произнести. Одно из слов, говорят, которое тяжело произнести, это слово «прости». Когда человек просит прощения, попросить прощения и просто сказать слово «прости». И вот тяжело бывает достать изнутри. И нас Господь призывает всегда, мы знаем, что Он призывает нас жить в мире. И хоть и бывают разные стычки, они бывают разные переживания, бывает то, что мы помним годами. Ты не всегда можешь забыть, что-то случилось давным-давно, но ты имеешь полное право и должен простить за то, что случилось, хоть это у тебя будет в памяти. И особенно у нас здесь, славяне, мы общаемся все вместе. Мы всегда все вместе и стараемся и на работе быть вместе, и в церкви. То есть мы не сильно знаем наших соседей. И когда случаются какие-то притирания или что-то, бывают конфликты, кто-то что-то кому-то сказал, сделал, посмотрел, наоборот не сказал, не так, не позвал. И бывает это горечь, какой-то осадок. И сегодня хотелось бы посмотреть, что такое истинное прощение. Первое место, которое я хотел бы прочитать, как бы до того, как мы будем читать главный текст, Матфея 5 глава, 23-24 стих, Христос говорил своим ученикам, «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, тогда приди и принеси дар». Какая-то высокая планка, это не просто ты кого-то простишь, а если кто-то имеет что-то против тебя, это же тяжело. Кто-то на тебя будет всегда пыхтеть, обижаться, кто-то не понравится, что ты сказал, или лишнее, или наоборот. Говорит, если кто-то имеет что-то против тебя, «Оставь жертву твою, жертва уст наших». Когда мы приходим, провозглашаем Бога. Жертву, Павел говорит, тела дайте свои в жертву, когда ты можешь потрудиться, что-то поделать, пожертвование твое, где-то куда-то съездить на поездку, поучаствовать в миссионерском служении. Он говорит, оставь это все, примирись с братом твоим, «Потом принеси жертву твою». И более, другой стих, который прочитаем до нашего текста, записанный в Марка 11 главе, 25 стих, Христос также говорит, «И когда стоите на молитве», у нас будет возможность с вами молиться сегодня после слова, Он говорит, «Когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете, на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешение». Насколько это сильно звучит. «Прощайте, чтобы и Отец простил нас». Как тяжело искренне простить кого-то. Просто сказать «сори» – это не тяжело. Настоящее прощение, которое честное, это сделать тяжело. И мы посмотрим сегодня дальше из текста главного. Когда Христос учил своих учеников молитвой «Отче наш», Он говорит, «Прости нам, долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». То есть до этого идет «Я прощаю должникам нашим», и мы просим потом к Богу, взываем «Прости нам! Прости меня, потому что я прощаю!» Друзья, мы рассмотрим из Священного Писания текст историю о Иосифе. Это одна из самых больших и красивых историй, которая записана с 37 главы Бытия до 52 или 1, если я не ошибаюсь. И мы посмотрим о прощении, которое было настоящее. И мы будем читать 45 главу Бытия. Я буду читать с 1 стиха немного из этой истории. Пожалуйста, слушайте внимательно, читайте вместе. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал, «Удалитесь от меня все!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдал он. И услышали египтяне, и услышал дом фараона, и сказал Иосиф братьям своим, «Иосиф, я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосиф братьям своим, «Подойдите ко мне!» Они подошли. Он сказал, «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня прежде вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь два года голода на земле, остается еще пять, и которые ни орать, ни жать не будут. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который послал меня отцом фараону и господином во всем доме его и владыкою во всей земле египетской, идите скорее к отцу моему и скажите ему, «Так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом, придите ко мне немедля, ты будешь жить в земле Гесем и будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое, и прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты дом твой, и все твое. И вот отчи ваши, и отчи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами, скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда». И пал он на шею Вениамину и брату своему, и плакал, и Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. «Потом говорили с ним братья его, дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа, и приятно было фараону и рабам его, и сказал фараон Иосифу, скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш, и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейство ваше, и придите ко мне, я дам вам лучшее в земле египетской, и вы будете есть туг земли, тебе же повелеваю сказать им, сделай это, возьми себе из земли египетской колесниц для детей ваших и для жен ваших, привезите отца вашего и придите, и не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из земли египетской дам вам». И так сделали сыны Израилевы. Чтобы понять нам лучше немного эту историю, что только что сейчас случилось, мы должны вернуться немножко назад. У Иакова было четыре жены, и от любимой жены, от Рахилии родились двое всего, Иосиф и Вениамин. И Иаков сильно любил Иосифа, он был любимчик, вот в семье бывают любимчики, вот братья и сестры говорят, а, папа, мама тебя больше любят, тебя меньше наказывали, чем меня, или тебе достается меньше работы по дому, you're doing less chores, да? То есть он любимчик был. Мало того, написано, что Иосиф доносил слух о братьях своих, он еще стучал на них, то есть они что-то сделают, он идет к папе и рассказывает, что они сделали. Это было видно на лицо, они уже это замечали, из-за этого они сильно любили Иосифа. Двенадцать братьев, десять братьев старших. К этому Иаков делает Иосифу одежду разноцветную, говоря тем, что ты мой любимый сын. Когда они видели его в этой одежде, они еще больше не любили, ненавидели его. Когда они пасли скот в поле, когда где была жара, надо было ухаживать за овцами, надо было их поить, кормить, гонять, с места на место. Это кажется, пастушок сидит, он ничего не делает. Это работа. Иосиф дома был. Братья там пашут, а он дома. На то время ему было семнадцать лет, написано в начале этой истории. Иосифу было семнадцать лет. Взрослый парень. Ну не тринадцать, хоть и отрок написано, но уже семнадцать лет. И отец говорит, Иосиф, пойди проведай братьев своих. До этого Иосиф был простяк. Он свои сны, которые видел, рассказал братьям. Он во сне видел, что звезды поклонились ему, снопы поклонились ему. Ну молчи потихоньку, приснилось тебе, что ты подставляешь себя, что ты будешь рассказывать им, что тебе приснилось. Нет, он рассказывает об этом родителям своим, рассказывает братьям своим, и они еще больше не любят его. И вот они пасут стада в поле, идет Иосиф в своей одежде, не мог ничего другое одеть. Разноцветную одежду одел. Мы работаем, смотрите, идет любимчик. Они взяли его, схватили Иуда, говорит, давайте убьем его. Ступился Рувим, старший брат, говорит, нет, убивать не будем, кинем ему в ров. Взяли одежду, сняли, порвали, испачкали в крови, отослали Иакову, сына твоего нету. Мы знаем эту историю. Иосиф попадает в рабство, продают его в рабство, он попадает в дом Патифара, и оттуда все просто катится большим снежком, все хуже и хуже. Поначалу вроде бы не так плохо. Он в доме Патифара, he got into good family, как бы богатая семья, все до того момента, пока он не встречается с женой Патифара. Он красивый молодой мужчина, он ей нравится, он от нее избегает, она его подставляет, мы знаем это все. Иосиф попадает в тюрьму. С того момента, когда Иосифу было 17 лет, когда началось это все, и мы когда в конце читаем, перед фараоном он пристал, ему 30 лет было. Вот прошло плюс-минус там 10-13 лет, 10-13 лет, не знаю, сколько он в тюрьме просидел, он просидел в тюрьме. Мы знаем, что бог был с ним там, но это время, которое у него вырвали. Он любил брата своего младшего, Вениамина, он любил своего отца, он скучал за всеми братьями, за все, что его посадили ни за что, из-за зависти, за то, что его не любили. Он проводит там это время в тюрьме. История не заканчивается так. Мы знаем, что в той стране начинается большой голод. И у всех кончается еда, и начинают все идти к Иосифу, потому что он фараону рассказал в свое время его сны. Фараон его возвысил из тюрьмы на второе место после себя. Он был премьер-министр, Георгий, второй человек после фараона. На то время это самая большая империя была. Иосиф был второй человек, можно сказать, на планете Земля. Управлят всем. И Господь так делает, что эти же десять братьев, которые продали его в рабство, идут к Иосифу покупать хлеб. И когда они пришли к Иосифу, Иосиф, написано, их узнал. Они не узнали Иосифа, потому что он разговаривал с ним по-египетски, он был одетый, я не знаю, прическа у него какая была. То есть они его не узнали, Иосиф узнал их. Я не знаю, как вы, но на моем месте я бы подумал, ну, слава тебе Боже, пришли. Можно отыграться теперь. Если он сидел десять лет в тюрьме, правильно, и думал, ух, я не знаю, что вы думали, но, может, я думал бы, да, выйду с тюрьмы, ну, наведу порядок. Мы уже расставимся на свои места. Ни за что попал. И когда пришли братья к ним, он мог сказать, слава Богу, все, ребята, сейчас будем глаз за глаз, зуб за зуб. Но мы этого не видим. И вот в этой ситуации, что мы прочитали, мы можем рассмотреть настоящее прощение. То, которое тяжело сделать мне в моей жизни, которое искренне тяжело сделать тебе и вам. Обратим внимание на то, что первое с этой истории, что когда Иосиф хотел открыться им, первое, что он сказал, оставьте меня. Он попросил, чтобы все вышли оттуда, кроме его братьев. Друзья, поймайте эту мысль. Иосифу было больно. Он, когда открылся братьям, он до этого ревел. Весь дом фараона услышал этот рев. Слуги слышали. Они знали, что кто-то к нему пришел. He was hurt. Он вспоминал. Он говорит, я Иосиф, того, кого вы продали в рабство. Это не было просто так. Ему было тяжело это перенести. Но он хотел решить вопрос этот конфликт я и братья. Он говорит всем слугам, оставьте нас, оставьте нас наедине. Когда случается горечь и какое-то непонятие в нашей жизни, когда оскорбили нас, когда нас в чем-то унизили. Если у тебя есть нужда рассказать об этом всем еще, то ты, значит, не простил этого человека до конца. Поделиться хочется. Вот он мне сделал вот это и вот это или сказал вот это и это про меня. А не дай Бог, чтобы еще про моих сказать. Я-то смогу. Если о детях моих плохо кто-то что-то скажет, еще тяжелее простить. И тебе хочется рассказать об этом. Поделиться. Иосиф этого не делает. Из каких соображений? Почему он не делает? Он не хочет унизить братьев своих перед глазами фараона. Он говорит, я Иосиф, которого вы продали в рабство. Со мной случилось вот это и это. Но Бог меня вытащил оттуда. Все поменялось. Когда ты прощаешь кого-то искренне, ты не идешь и не рассказываешь об этом всем подряд, чтобы настроить других людей против этого человека. Свою ситуацию, свою проблему еще кому-то. А я расскажу здесь вот побольше, чтобы плохо думали о тебе. Он не делает об этом. Он говорит, я и вы. Вот то, что мы сейчас будем разговаривать об этом, это между нами. Вот что говорит, когда Господь рассматривает конфликт какой-то, что случается между нами, Он всегда смотрит на две вещи. На то, кто это сделал, как это сделал, и на вторую вещь, как ты среагируешь на это. Как ты среагируешь на это. Бывают такие вещи, которые тебе надо оставить в себе. Keep it private. В себе. Ты не должен это рассказать и всему свету по секрету. Только ты. Как вот женатые люди поймут меня, когда вот есть молодые женатики есть. Какая-то непонятность какая-то, конфликт какой-то между мужем с женой. Если одна сторона пойдет и скажет тестью с тещей или наоборот свекрову, потом вы уже помирились, у вас все хорошо уже все, а ты потом всю жизнь будешь еще пожинать плоды с этого, что ты пошел рассказывать. Есть вещи, которые ты должен оставить сам в себе. Не рассказывать это. Если у тебя есть то, что ты хочешь рассказать, значит, ты не имеешь искреннего прощения. И понятно, что бывает, у кого-то лежит вот камень на сердце, хочется высказать, потому что у тебя обида, у тебя горечь, это случилось с тобой, с твоей семьей, сказали. И хочется высказаться, хочется рассказать об этом все, то есть большой совет прийти домой, встань на коленки в своей комнате и расскажи это все, расскажи это все Господу. Не иди рассказывать всем, расскажи это Господу. Это будет правильно. Второй момент, который хотелось бы отметить из этой ситуации, что Иосиф не искал мести, когда он встретился со своими братьями. Он премьер-министр Египта. Он второй человек за фараоном, у него перстень на его руке, он все его приказания, все исполняется. И когда приходят его братья, все это получается, он мог их побить, он мог их посадить также в тюрьму на лет 10 хотя бы, но я сидел и вы посидите, чтобы честно было. Он мог их убить. Вся сила в его руках, они, вот они, пришли перед тобой, но он этого не делает. Друзья, месть или отыграться на чем-то, я тебе сделаю так же, воздам тебе тем же за том, оно никогда не приносит тебе облегчения после того, как сделали больно тебе. Оно не принесет тебе облегчение после того, как сделали это тебе. И так же самое Иосиф, он не, как это сказать правильно, он не сопротивляется благословениям братьев. Смотрите, фараон говорит, Иосиф, я слышал, у тебя, я слышал, ты ревел, у тебя, наверное, великая радость, от счастья, пришли к тебе братья твои, давай благословим их, давай им дадим землю, давай им дадим поля, пускай они переходят сюда, здесь есть пропитание, мы им дадим колесницы, на чем они могут приехать сюда, и его сердце было открыто к этому. Когда бывает, случается какой-то офенс, да, или вот это огорчение в нашу сторону, всегда ли мы хотим увидеть успех того человека, кого я простил, я простил тебя, я не хочу, сестра купила новую машину, какая новая машина, на метро тебе ездить, ты такие вещи сделала, ты людям горечь причиняешь, у брата новая работа, у него промоушен, его продвинули, какая работа, ему покаяться надо в своих грехах, мы не всегда хотим благословения незаслуженного к тому человеку, почему? Потому что мы судим по-своему, Иосиф этого не хотел, то есть он сначала не рассказал ничего фараону, и когда фараон, он обрадовался, что братья его пришли, он не знал ничего плохого о конфликте, который был у него с ними, он говорит, мы благословим его, Слово Божие говорит, хочешь говорить, молись о этих людях, которые огорчили тебя, которые причинили боль тебе, молись о том человеке, который причинил тебе боль, молись не про того человека, а о том человеке, помолитесь о том, не про него, но за него, сейчас-то что мы делаем, мы как бы берем Бога сюда. И мы говорим, ну, что посеет человек, то и пожнет. А прощение это, когда ты желаешь хорошего тому человеку, который тебе причинил боль. Ты не сопротивляешься то, что у него все получается и все идет хорошо. Что делает Иосиф? Он благословляет их всем тем, что он имеет. Третье, на что хотелось обратить внимание, что Иосиф не говорит об этом и постоянно. Они четыре раза ходят туда-сюда, приходят с чашей, с серебром, назад. Иосиф один раз открылся им. Он показал им, что мне было больно. Вы мне сделали больно, вы мне причинили боль. Он не говорит все время, не напоминает им об этом. Часто вот приходится так в наших конфликтах, что ты вроде бы и простил человека, ну, можешь и напомнить ему, а ты же помнишь, что случилось. Ну, пусть я не словами напомню, но я напомню взглядом своим. Вот. Или я буду игнорировать тебя, я не буду с этим человеком разговаривать. Или как-то показать, чтобы он помнил, что случилось. Не напоминай этому человеку, он не напоминал. Один раз он сказал, мне да, мне было больно, то, что вы мне причинили, но я прощаю вас. Он не напоминал им это каждый раз. Искренное прощение, это когда мы можем, я не хочу, я не могу сказать, забыть, потому что часто ты все равно это помнишь, но когда ты не будешь это вспоминать, когда у тебя эмоции твои, они не будут опять, вот ты увидел этого человека, и все, у тебя просто все закипает внутри, и ты вспомнил ситуацию, которая случилась, что тебе сказали, что тебе сделали. Это та рана, которая не заживает. Если ты делаешь это сам себе, это то же самое, что ты будешь ковырять ранку постоянно. Контролируешь свои эмоции и не вспоминаешь то, что случилось. Это то, что сделал Иосиф с братьями своими. Настоящее прощение, оно нелегко. Чтобы простить, и все это было правильно, это не так легко. И когда последнее, что Иосиф, получается, с этой историей мы можем подчеркнуть, он не оставил им чувство страха перед собой. Вы знаете, сейчас о чем я говорю? Вот как ты как будто простил человека, но ты помнишь, что ты мне сделал. Я тебя простил. Ну, я с тобой как бы уже больше мы бизнес не имеем, ничего. Ты можешь напоминать этому человеку, он не оставил им чувство страха перед собой после того, что они сделали ему. Он говорит, я Иосиф. Он подбежал, обнял всех. Он не обнял только Вениамина и Рувима. Он подбежал, обнял всех, поцеловал всех. Написано, не оставил им чувство вины перед собой. Это тоже тяжело сделать. Но это что-то, что мы должны делать, если мы хотим искренне простить. Когда мы читали с вами, когда стоишь на молитве и прощаете, потому что Христос простил. И сейчас, если мы подумаем, прощаю ли я людей, те, которые причинили мне горечь, мне, моей дочке, моему сыну, моим близким. Истинно, искренно прощаю ли я, честно, is it true forgiveness? Но настоящее, или это так, просто вот I'm sorry, и все. Иосиф смотрит на эту ситуацию по-другому. Когда ты ничего не можешь поменять, ты смотри на эту ситуацию, которая случилась по-другому. Он говорит, вы, да, вы бросили меня в ров, но Бог, он достал меня оттуда, вы продали меня в рабство, он говорит, но Бог, Он использовал эту ситуацию для вашего же блага, чтобы вы не умерли от голода. Друзья, если достать резюме нашей жизни и взять фломастером хайлайт, сделать те ситуации, когда нам причиняли больно, их будет много. И если ты не можешь искренне простить кого-то, то мы должны это сделать, хоть нам и больно. Мы можем там, где стоит точка, стереть, поставить запятую в той ситуации и сказать, но Бог, Бог в силе поменять любую ситуацию, любой конфликт, любое непонятие, и Господь этого хочет от нас. Будьте благословены, братья и сестры, помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok